Давайте поговорим о том, как AVB предоставляет тайминг и синхронизацию. Большинство протоколов передачи медиа по сети используют Precision Time Protocol 1588, известный как PTP. PTP устанавливает общее время на всех медиаустройствах. Однако PTP допускает несколько различных реализаций. AVB использует протокол 802.AS. Это более строгий профиль протокола 1588. И через минуту я объясню, почему это важно. Есть несколько факторов, которые нужно знать при использовании PTP. Первый — использование Grandmaster синхронизатора. Grandmaster устанавливает общее время между оконечными мультимедиаустройствами. Выбор Grandmaster — это согласованный процесс выбора устройства, которое, как считается, имеет лучший генератор тактовой частоты. На выбор влияет множество факторов. Больше, чем нам нужно знать в этом видео. Но он основан на определенном процессе, который называется Best Master Clock алгоритм. Чтобы выбрать Grandmaster оцениваются параметры часов устройств. Когда выбор сделан, Grandmaster отправляет свое текущее время всем запрашивающим устройствам и синхронизирует их с точностью вдоль секунды. Вот как выглядит процесс в двух словах. Grandmaster отправляет в сеть свое текущее время с помощью пакета, называемого пакет синхронизации. К примеру, сейчас 12.47. Устройство на другом конце принимает пакет, но нужно учитывать время, которое потребовалось пакету, чтобы пройти через сеть. Чтобы выяснить эту задержку, конечное устройство отправляет пакет запроса задержки Grandmaster с указанием нового времени. Например, я считаю, что сейчас 12.47. Grandmaster принимает этот пакет и затем отвечает фактическим временем получения пакета. Например, я получил пакет 12.49. Конечное устройство теперь знает, что для прохождения по сети потребовалась одна минута, и учитывает это при подстройке времени у себя. Конечное устройство и Grandmaster теперь синхронизированы. AVB вводит этот процесс еще дальше. Устройства с обычным 15.88 меняются пакетами от одной конечной точки до другой. Это так называемый end-to-end обмен. Проблема при таком обмене – то, что не учитывается сеть между ними. Даже в сети с одним коммутатором время задержки пакетов не является абсолютным значением. Чрезмерный сетевой трафик уже может замедлить обмен пакетами. В сетях с множеством коммутаторов задержка возрастает еще больше. 802.1 AS устанавливает peer-to-peer связи между устройствами, что позволяет всей сети участвовать в синхронизации. Ближайший узел к Grandmaster – это коммутатор, к которому он подключен. Изначальный обмен временем начинается именно здесь. После того, как коммутатор синхронизировался с Grandmaster, он синхронизируется со следующим устройством с поддержкой 802.1. Будь это конечное устройство или еще один коммутатор. Это одна из причин, почему необходимы AVB-совместимые коммутаторы. Но не стоит рассматривать это как недостаток. Это позволяет механизму синхронизации быть более точным и более быстрым. Почему это важно для вас? Синхронизация времени – это необходимость. Медиапакеты включают в себя отметки с указанием времени, в которые они должны быть отправлены на выход. Конечное устройство задержит пакеты до тех пор, пока это запланированное время не наступит. Неважно, каким маршрутом прошли пакеты, на выходы они поступят синхронно. В продуктах Beamp эти расчеты включены во все коммуникации внутри устройства. Это позволяет нам синхронизировать все ваши аудио и видеосигналы на пути от входов к выходам. Обмен по протоколу 1588 end-to-end происходит дольше. Пути прохождения пакетов не учитывается и принимается среднее время. Из-за этого устройство начинают выдавать медиапакеты позже. Когда вы подключаете устройство в сеть, вы должны ждать, пока это действительно случится. Изменения в сети также могут радикально повлиять на время доставки пакетов и принятие решения о подстройке времени. 1588 end-to-end требует мультикаста. А это, в свою очередь, может потребовать установки особых разрешений при настройке сетевого коммутатора. Все это выливается в дополнительную работу для вас или сетевого администратора. AVB может использовать протокол 802.1 для обнаружения маршрутов, носящих слишком много задержки. И если так случилось, то AVB-коммутатор закроет возможность медиаданным идти этим путем. В следующем видео мы рассмотрим тему обнаружения и управления AVB-устройствами. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал Beom Systems для получения дополнительной информации, обучения и ответов на частые вопросы.